Чтоб давались, дом не больше стали, Чтоб родился почтый виноград, Чтоб спокойно наши дети спали, Эти люди никогда не спят. Эти люди скромные, неречистые, Мы не в день их саймим вина, Но не в арман лучшие чекисты, В аниме, и вот это артенал. Если вы обратили внимание, Некоторое время назад, По нашим средствам массового формата, Через интернет и даже через некоторые телешоу На центральных каналах, Стали раскручивать такую интересную идею, Что вообще-то Россия-то оккупирована. Россия оккупирована, Все очень тяжело и плохо. И вообще, что удивляться? Вот все, что происходит, Не надо этому удивляться. Все, что делает власть, а что тут удивляться? Страна же оккупирована. Но оккупирована в том смысле, Что власть находится в узком коридоре, Она для нас, родных, старается, Но ничего сделать не может, Потому что руки связаны. И вроде как это подается так, Что один добрый царь, Он единственный, кто борется против оккупации, Против представителей оккупанта, бояр. И как-то, в общем, так получается, Что никто не виноват. Что мы оккупированы кем-то когда-то давно. Кто страну сдал оккупантам, За давностью лет уже как-то, Как будто забыли, как будто этого и нет. А вроде как, И как получается, Что что не сделает власть, Оно все хорошо. Потому что, либо хорошо, Потому что получилось действительно неплохо, Или не так плохо, как могло бы. Или хорошо, потому что, Конечно, да, мы понимаем, Плохо, неправильно. Но руки-то связаны, А они делают все, что могут, Поэтому все равно хорошо. С этим выступает, Самое любопытное, С этим выступают не какие-то отдельные, Там, удаленные от власти, Даже, может быть, провокаторы, А с этим выступают на полном серьезе, Публично, Не последние представители правящей же партии. Такой парадокс. Страна страшно, ужасно оккупирована. Окупант не дает власти даже пикнуть, Но разрешает виднейшим представителям правящей партии Нам всем об этом подробно говорить, О том, что страна оккупирована, Все ужасно, И как жесток оккупационный режим. Вот при первом прослушании, Эта песня окажется даже такой, Как будто искренней, И наценена на борьбу с оккупантами, А при последующих понимаешь, Что это чистая провокация, С целью снять ответственность с власти. Так вот, черная передача, Выступала в качестве секунданта от правых, Человек с фамилией Дворкович. Но это вроде как не придворный Дворкович, А как будто его брат Дворкович. Так вот, брат придворного Дворковича Запел ту же песню. Что вроде как, Страна-то еще давно, 20 лет назад лишена суверенитета, Мы без суверенитета, Поэтому что уж там. И мне показалось тоже очень важно Обратить внимание на то, Что это ложь. Нет такого, что нас оккупировали когда-то, И поэтому сейчас никто не виноват. Ситуация совершенно другая. Не оккупированы когда-то, Не нас оккупировал когда-то кто-то безымянный, И никто не отвечает и не виноват. Нет. Сегодня, здесь, сейчас, Конкретные люди, Ежедневно, ежечасно, Придают наши с вами интересы, Национальные интересы страны, И при этом хотят быть Ненаказуемыми и безответственными. Не хотят за это отвечать. И для этого через своих провокаторов Запускают вот эту вот сказочку о том, Что это когда-то кто-то, И теперь вот мы как будто бы встаем с колен Из-под оккупации выходим. Вам перечислить, Сколько невыполненных указаний Путина С фундаментального, важнейшего характера Было как бы невыполнено за последние 10 лет. Главная проблема России. Знаете, какая? Царь великий, он самый лучший, Но он, видите, у него там холопы такие, То есть бояре такие. Мы с вами реально смотрим на ситуацию? Мы реально смотрим на ситуацию? В таком случае, как же вы реально смотрите на ситуацию, Если я вот такого рода разговоры слышу уже 20 лет, И каждый год все хуже, 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 В плане стратегических решений. Вам надо понять, что все стратегические решения Принимаются в стране одним человеком, Который может ошибаться. А вы говорите, что этот человек Принимает эти решения, Но другой человек, не менее великий, Да? Дмитрий Анатольевич. Не один, а многие. Многие даже. Они просто саботируют решения Владимира Владимировича. Слушайте, ну, вы же депутат Госдумы. Это факт. Ну давайте так, вы сейчас рассказываете о том, Что в России нет суверенитета. Что депутаты Госдумы, Это агенты капитализма мирового, Который голосует по указке МВФ, Который принимает бюджет по указке МВФ. Не надо глупостей, пожалуйста. Вы мне скажите, это МВФ приехала и сказала, Что у вас будет министр обороны воровать, А вы потом возьмите его и посадите Под домашний арест его подружку. Это что МВФ сказала, Что вы будете строить, например, Стадион в Зените за 40 миллионов, Миллиардов долларов. Это МВФ вам сказала, Что вы будете вместо того, Чтобы поднимать промышленность, Будете от ЭС строить, А потом будете строить Сочи, А потом начнете строить эти объекты Спортивные к 2018 году. Это все МВФ вам говорит? Никогда не было такого, Чтобы страны радостные цветочками друг другу дарили. Всегда конкурировали. Вы голосовали за ВТО. Скажите, почему? Всегда. Потому что получили указания. Вы агент глобального капитализма. От кого вы получили указания, Евгений? Вы получили указания от кого-то? У нас технологически фракции Выдают специальные такие листочки, Где сказано, как голосовать. Ну, прекрасно. У вас мозгов своих нет, Вам выдали листочки. Кто вам выдал листочки? У нас такая работа. Вы на работе своей выполняете указания? Еще одна интересная деталь. Как итог нашей сегодняшней беседы. Слушаем Михаила. Михаил, добрый вечер. Пожалуйста. Добрый вечер. Просто мало времени у нас очень. Да, да. Простите. Ну, очевидная глупость, Она очень тяжело поддается опровержению фактами. Но она также тяжело и фактами доказывается. Евгений, а вот можно назвать фактически Имена этих агентов Самых-самых высокопоставленных? Или вам страшно? Нет, Евгений же называл, причем в самом начале нашей беседы. Называл, да. Фамилию не называл. Нет, ну, конкретно. Кто? Должность называл. Имя, фамилия. Прокурор, генеральный прокурор, часть людей. Потому что агент, то, что прокурор доказал, он часть людей назвал. Каких? Если мы... Фамилии, скажите. Если говорим системно, я вам скажу, что приблизительно гранты получателя в российской власти около 100 тысяч, больше 100 тысяч. Имя самого высокопоставленного врага. Чтобы его ненавидеть. И с ним бороться. У вас неправильный вопрос. Евгений, Евгений, мне кажется, вы начинаете выкручиваться. Он с вами еще не прилетел. Я просто не хочу ссориться с министрами. Понятно. Не, ну, подождите. Вы слушатель сказал. Или имя, или вы боитесь. То есть вы говорите, я боюсь. Я не боюсь. Я просто не хочу ссориться с министрами. Это первый момент. Второй момент. Вообще-то говоря, в принципе, нельзя занять высокую должность, не пройдя контроль со стороны внешних сил. В принципе. Мы уходим от вопроса. Это вы уже говорили. Я понимаю. То есть имя мы не услышим. Теперь второй момент. Вот если бы мы сейчас, допустим, поставили на голосание, можно было бы поставить вопрос так. Вы считаете, что в российской власти дураки, или вы считаете, что в российской власти слабаки? В этом расхождение вещей. И я говорю не о вещах, которые конспирологи. Я говорю о стандартной исторической ситуации. Вы поставьте вопрос по-другому. А что вы считаете, что в российской власти взяточники? И посмотрите, какой будет ответ. Я вам скажу, что есть должности, на которых невзяточник, в принципе, не может быть назначен. Исходя из системы. Вы поймите другую систему. Система, к сожалению... Вот, например, представьте, что вы мэр крупного города. Я говорю о другом. Вам надо избирательную кампанию проводить. Вы слышите, что-нибудь о таком правлении, как клиптократия. Это когда власть воров. Когда все пришли, и друг другу руку моют, и в результате получается такая система... Это форма колониального... Нет, нет, нет. Вы считаете, что этих воров кто-то поставил, и клиптократию кто-то у нас ввел? Я пытаюсь вас перевести на язык науки исторической. Вот когда Гитлер на оккупированной территории назначал бургомистров, естественно, он назначал не лучших людей... Нашего бургомистра, скажите мне. Какого именно? Любого. Какого бургомистра назначает он? Знаете? У нас вся система власти связана с внешним управлением. Нет, нет. Секунду. У нас назначают. Имя одно назовите какой-нибудь. Чтобы наши слушатели знали. Например, достаточно высокопоставленный. Так он уже не во власть. Поэтому и называю. Достаточно высокопоставленный. То есть был бы... Куда еще можно вмешаться одним вопросом? Я думаю, что вопросом нет, потому что у меня осталось всего-навсего полторы минуты, извините, да. Но, в принципе, вы, наверное, поняли позицию, Евгения. Владислав Сурков возвращается в Кремль. Теперь в должности помощника президента России. Соответствующий указ сегодня подписал глава государства. Известно, что Владислав Сурков займет освободившееся сегодня место Татьяны Голиковой. Она в ранге помощника президента отвечала за социально-экономическое сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Владислав Сурков добровольно сменил должность вице-премьера, куратора Сколкова на статус безработного в начале мая. Впрочем, все это время он оставался на виду. Съездил в гости к Рамзану Кадырову и не скрывал, что перебивается случайными заработками. Кировская прокуратура действует по указке президента США. По версии депутата Единоросса Евгения Федорова, Барак Обама позвонил, и Навального отпустили. Я могу, как человек, который занимается политикой, говорить, что была команда Обамы, которую наша прокуратура выполнила. А вот кому этот Обама давал команду? Да многим давал команду. Вообще, в системе связи с американским правительством в России находятся тысячи людей. Это если всех посчитать. Посол США Майкл Макфол уже отреагировал. В твиттере он написал, это невероятно, как кто-нибудь может верить в такие теории. Второй твит, цитирую, о да, мы такие могущественные. Я вам напоминаю, что 20 лет назад СССР имел 22% мирового производства. Сегодня Россия имеет 2%. За это время сменилось 10 правительств. Согласно теории Оксаны Генриховны, 10 дураков сменяли дураков. Но надо, наверное, сообразить, что 11-е такие же будут дураки, если не поменять все-таки систему, где-то в начале. Помните, как говорил, где-то не в консерватории, а где-то в детском саду надо бы поменять. А в чем детский сад? Почему-то Оксана Генриховна не говорила, что все решения, которые привели к этому снижению, есть решения официальные, артикулированные МВФ в области экономики и в целом Соединенных Штатов. Вы-то за них все голосовали. Оксана Генриховна, значит, нужно убрать Америку с карты мира, и тогда все решится само собой. Это абсолютная глупость. И абсолютная, знаете, все свои... Сейчас, сейчас, Евгений, продолжите. Все законы, все бюджеты, все это проходило через Государственную Думу. За все за это голосовалось. Вы могли поднять руку против. Оксана Генриховна, вы же тоже депутат Государственной Думы. Вы поднимали руку против. Я понимала не то, что руку против. Я вас с трибуны убеждала, за это все не голосовать. У меня вопрос. Я могу закончить-то. Я же не закончил. Заканчивайте, заканчивайте. Потом отняли. Я хочу закончить. Заканчивайте. Так вот, на сегодняшний день идет настоящее просто вакханалие. Я тут с банкирами встречался. Просто как будто начался потоп в России. Задача, все это агентуры, этого Симановского, первого зампреда Центрального банка, как можно больше насупать, как помните раньше, песок в эти вбутцы, чтобы поезда сошли с рельсов. Это просто диверсанты какие-то, которые сидят во власти, которые сидят во многих министерствах. Задача, которая ухайдогать российскую экономику. Почему? Потому что МВФ приказал. Потому что в Америке кризис. Все деньги надо туда гнать. Потому что все страны должны погибнуть. Это, вот знаете, как Гитлер объявил, тотальная мобилизация с 43-го года во всех колониях оккупированных территориях, включая Россию. И при поддержке Оксаны Евгеньевны задача все загнать в Соединенные Штаты. Это просто выханали. Евгений, вопрос. Почему голосуете? Почему вы голосуете за все за это? Не имеете возможности не голосовать. Это нам поручил народ голосовать. Подчиняться Соединенным Штатам Америке по пункту 1.17. Все, мне... Я уже... 4.15 и так далее. Я понял. Я понял. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как вы понимаете, это было легко сделать. Это же не требует даже какого-то всенародного голосования. Это достаточно было провести это решение в парламенте, где у нас было больше 300 голосов. Я в свое время, и вы это хорошо знаете, я же не цеплялся за эту должность. Хотя мог легко, и имея в виду конституционное большинство правящей партии и Россия, изменить Конституцию. Контроль, соответствие имущества и расходов чиновников и членов их семьи официально декларируемым доходом, а также другие первоочередные меры по борьбе с коррупцией. Ну, вот я первую фразу, в общем, сразу понимаю. Это речь идет о том, чтобы были декларации не только о доходах, но и о расходах. Есть такая международная конвенция, которую Россия почему-то не ратифицирует. Я обращусь к господину Федорову и сразу же интересуюсь, почему Дума как-то до сих пор не дошла вот до такой замечательной вещи, которая есть во многих странах. Доходы, расходы, декларация, сверка, и все нормально с коррупцией. Почему вы против? Нет, во-первых, мы дошли и давным-давно такого рода решения приняли. И на сегодняшний день... Декларация о расходах? Конечно. Чиновников. Конечно. Любой чиновник на сегодняшний день, его расходы определяются в соответствии с его доходами. И на основании расхождения этих доходов и руководство, и соответствующие комиссии кадровые имеют право его уволить. Для вас это новость, что ли, является? Да. И такого рода решения... Он подает декларацию, сколько он потратил на крупные покупки. Разве это есть в законе? Нет. Нет. Нету. Нету. Механизма нету. Есть механизм декларации о доходах и реальные расходы человека, которые должны соответствовать его доходам. Нет, нет. Подождите. Расходы он декларирует? Вы же не приняли закон, что чиновник должен задекларировать свои расходы выше какой-то определенной суммы. Покупка дома, покупка, я не знаю, машины, еще что-то. Вот вы декларируете свои расходы? Я свои расходы, конечно. В общем, ежегодно я пишу... Нет, вы доходы декларируете? Нет, вы слушайте. Я ежегодно пишу декларацию об имуществе. Машин. Сколько у меня вкладов? Я все это ежегодно... Вот у меня лично две. Я все это ежегодно пишу. А домов сколько? У меня лично один дом. А квартир сколько? Две. Я все это пишу ежегодно. Так. И, соответственно, как только возникает, у меня появляется новое имущество через год, автоматически работает механизм, по которому чиновника могут уволить. Это, кстати, и к депутатам относится. И депутата можно уволить? В отношении депутата будут запущены процессы, и, конечно, его уволят. А почему? Уволят. А как уволят? По недоерию? Через процедуру в Государственной Думе. Да, конечно. Слушайте, и вы меня поразили. Россия не ратифицировала статью 20 Конвенцию ООН против коррупции. Есть такая конвенция замечательная, которая устанавливает международные правила борьбы с коррупцией. Вот всю ее мы ратифицировали, кроме одной статьи. Статья 20, которая говорит о том, что если у чиновников имеются активы или имущества, которые они не могут объяснить их происхождение, существенно выше, там это все дороже стоит, чем их нормальные доходы обычные, то это должно вести к уголовным расследованиям происхождения всего этого дела и к подозрениям в коррупции. И конфискация? Там речь не идет о конфискации, там просто говорит о том, да, мы хотим это ратифицировать, мы хотим, чтобы если у чиновников есть какие-то доходы, которые нельзя объяснить их зарплатой, то это значит должно возбуждать подозрения. Вот я, например, вчера отправил генпрокурору Чайке такой запрос конкретно в связи с декларацией депутата Федорова Евгения Сеевича, с которым мы сегодня сидим в студии, у него же декларация... То есть вы кафе вот так подготовились? Ну, это речь не об эфире шла, я же не знал, что мы будем вместе, но у нас просто по примерно 20 депутатам Государственной Думы, по которым есть такие подозрения, вот в частности мы подготовили такие запросы, скажем у господина Федорова официально декларируемый годовой доход около 3 миллионов рублей, ну там 100 тысяч долларов, да? Не отрицаете? При этом он владеет недвижимостью, которая по нашей оценке стоит около полутора миллионов долларов, это 5 квартир, вот не 2, как он сказал сейчас только что, это неправда, да? Там 5 квартир и 1 жилой дом общей площадью около 400 метров, это не считая служебной квартиры и дачи, которую он в наем снимает, как депутат Госдумы, 2 дорогие машины, Мерседес, С320 и Фольксваген, а Мультивен, и при этом господин Федоров с 90-го года замещает должности депутатов различных уровней или государственных служащих, в частности в 90-е годы он работал в администрации президента Ельцина и в министерстве финансов, когда министром был Чубайс, Анатолий Борисович, да? Вот, и собственно вот мы требуем от генерального прокурора проверить, откуда у депутата с годовой зарплатой всего 100 тысяч долларов, которые вот за 15 лет там только можно, если полностью ее потратить на покупку этого имущества, вот можно прикупить там 5 квартир и 1 дом. Я должен вас тогда остановить с вашими заявлениями. Пожалуйста, Евгений Алексеевич, ну вот на вас жените, наехали так резко. Пяти квартир нет. Две машины есть, соглашаюсь. Пяти квартир нет. Так. Все. Готовы отвечать перед генеральной прокуратурой? Это декларация о ваших доходах. Абсолютно перед любым. Никаких проблем. Все могут зайти сейчас на сайт Госдумы в раздел о декларации о доходах людей, замещающих должности государственной службы в Госдуме. И там есть Федоров Евгений Алексеевич, можете посмотреть. Квартир 5, дом 1, никакие... То есть вы видите, механизм работает. То есть любой человек может зайти, плод менять, написать генеральному прокурору. Работает механизм. Конечно, его надо совершить. Есть еще одна деталь. Получить ответ соответствующей реальности. Вот. И какие приняты меры. Ну, естественно, ответ соответствующий. Пяти квартир точно нет. А то знаете, как бывает? Милиционер говорит на суде, я, говорит, сфальсифицировал там документы об аресте Ильи Яшина, а на следующий день его увольняют из органов. Вот видите, все работает. Нет, увольняют-то милиционера. Я говорю, генеральная прокуратура запросит. Все поднимет, все нормально. Очень хорошо. Вы готовы к прямому такому диалогу? Вот, естественно, проблем нет. В этом смысле вообще никаких. Декларации, это, конечно, очень позитивное дело. Мы рады, что они появились, но надо идти дальше и проверять соответствующие. Владимир, вы рады, что Евгений Алексеевич Федоров готов вот с вашим этим самым текстом на него ответить спокойно, так сказать, что все нормально? Я не рад слышать в общем неправду открытую от моего оппонента сегодня в эфире, потому что там есть пять квартир на сайте, вот зайдите все, посмотрите, кто хочет, а он говорит, что их нет. Это может он продал всего, квартиры есть всегда адреса, пять квартир всегда можно найти адрес, нет пяти квартир, ну, придет бумаги, мы будем спокойно отвечать. А чего же, если их нет, а чего же вы пишете ложь в своей декларации о доходах, которая на сайте Госдумы расширена? Не написано там пяти квартир. Там написано пять квартир, это нужно посмотреть в прямом эфире прямо сейчас. Проблем с квартирами уж точно нет никаких. Может, это другой Евгений Алексеевич Федоров? Я не знаю, почему вы где смотрели. Еще раз говорю, нет проблем с квартирами. Окей, давайте, пусть слушатели, пусть слушатели. Александр Георгиевич пишет, на сайте Госдумы против фамилии Федоров Евгений Алексеевич числится жилой дом и пять квартир. Спасибо за помощь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ